В шоу-биографии мы рассказываем самые интересные эпизоды из автобиографии знаменитостей. А вот тот, кто считается ночным кошмаром многих из них. Знакомьтесь, его прозвали королевой голливудских мошенников. Этот индонезиец годами выдавал себя за топ-менеджеров в киноиндустрии и таким образом похитил миллионы долларов. Он подделывал женские голоса и в течение одной беседы мог одновременно выдавать себя и за продюсера, и за ассистента, и за юриста. Ну, чисто Иван Абрамов, слегка свернувший не туда. Он выдавал себя за продюсера «Чудо-женщины», режиссера идентификации Борна и даже за главу Universal Pictures. Жертвы не сразу понимали, что их обманывают и успевали перевести королеве довольно крупные суммы. Но что если бы у всех этих обманутых звезд было установлено приложение Яндекс с Алисой с функцией определения номера? С ней подозрительные номера распознаются максимально точно. Определитель номера в приложении Яндекс с Алисой включается просто в блоке «Сервисы» на главной странице. С ним пользователи могут заранее узнавать, кто им звонит, и автоматически блокировать нежелательные вызовы. Это будет выглядеть так, словно звонка не было. Самое главное, что база номеров постоянно пополняется. Так что, если вы хотите надежно защитить себя и своих близких от всякого рода спама и телефонных мошенников, скачивайте приложение Яндекс с Алисой по ссылке в описании. И будьте уверены, что никакая королева вас не побеспокоит. Тем более, что данный персонаж уже пойман и арестован. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и встретились с ними. Так, сразу пару вопросов. Вы знали, кто такой Фил Найт? Ну, я просто вижу книгу. Да, из-за логотипа ты сразу понимаешь, о чем пойдет речь. Да. Сегодня мы говорим о книге, которую написал основатель компании Nike. Nike. Я много раз буду говорить это слово правильно. Nike. Не Nike. 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 О, ничего себе. Я только сейчас увидел здесь слоган «Just read it». Голос. Мощно. Прикол, да? Угу. Продавец обуви книга называется «История создания бренда Nike», которую рассказывает нам Фил Найт. Пару слов о самой книге. Она очень толстая. Из-за того, что здесь очень много историй, которые никак, блядь, не двигают сюжет. Вообще никак. Ну, вообще для автобиографии свойственно, что есть истории, которые не двигают сюжет. Нет, там очень там… Есть целые автобиографии, которые вообще никуда не двигаются. Я к тому, что я не смог раскусить, зачем он это рассказал. Ну, какие-то штуки. Понимаешь? Так я прошу прощения, а он жив? Да, он жив, он жив. Он жив, он богач. Он богач? Я не знаю, насколько попал он в книгу «Рекордов Гиннеса» или нет, но, по-моему, да, самым крупным… Это слово забыл. Не вложением, а ты даришь деньги. Вот это то, что я не хочу никогда в своей жизни делать. Ну, меценатство, да. 400 миллионов долларов он в какой-то фонд вложил. Благотворительность. Благотворительность, бля. Слово мне вообще не свойственно. Благотворительность. Вот. 400 миллионов долларов. Это может быть 1% его состояния. Ну, к примеру, это я, конечно, перебрал сейчас. Ну, нет, это не 1%. Ну, и не 10%. К этому вернемся. Итак, здесь история начала работы Филонайта до момента, когда компания разрастется. Сразу скажу, в этой книге нет истории про то, как они уговорили Джордана представлять его кроссовки. Как они ему пообещали, что будет бренд Джордан. Что он будет в своей именной обуви бегать. Как они платили штраф. 5 тысяч долларов за каждый выход на площадку. Из-за того, что NBA сказали, в таких нельзя играть. А почему он про это не рассказал? Этого всего здесь нет. Видимо, там есть что-то более занимать. Но сама по себе история крутая. Но книга в каких-то моментах тошнотворная. Настолько, что ты... Вот как вы думаете, с чего начинается книга про бренд Nike? Вот если вы такие... Вот бренд Nike. Nike. Первые кадры. Вот эти первые кадры. Что там происходит? Ну, я бы снял, что идет он маленький в каких-то рваных голосах. В лаптях, да. Хорошо. Идем. А если это... И натирает ноги. Так, подождем здесь очень близко. А если он не маленький, а уже в том возрасте, в котором он вот... А сколько ему сейчас лет? Ну, он сильно старенький. Он сильно старенький, да. Я бы снял, что парк... Так. Ноги. Так. Очень много пробегают. Ну, бегают люди в парке. Все в Nike. Потом выходим на общак, и сидит старик и смотрит на это. Ну, круто. Ну, все приблизительно так, только там старика нет. Он еще молодой, и он бежит. Он бежит под дождем и думает о том, чем ему заниматься в этой жизни. Фил Найт, который учился в Орегонском универе, попал в команду по бегу. Не был выдающимся спортсменом, но неплохо бегал. Я сейчас подумал, что это же такие истории, когда ты их пишешь с высоты успеха. Я же понимаю сейчас, что в парке бежит каждый день человек 50, которые думают, чем бы заниматься по жизни. Да, да. И ничего не придумал. Да там. И доходит до мысли, что бег не помогает сконцентрироваться. Да он восстанавливается такой, да, блядь, мне это мешает. Да, блядь, продолжу вести географию, блядь. Да, я бы хуйка, я бы не, я просто, ну, много бегал в своей жизни. По мне, я не знаю, видно это или нет, но я до хуя бегал, честно, клянусь. И так я не придумал. И я, у меня была мысль, вот во время бега одна, когда эта ебаная хуйня закончится вообще, это я про бег. Не, а тебе нравится? Не нравится же бегать, да? Я просто ненавижу вообще, это худшее времяпрепровождение. Ну, а у меня то же самое. Не, ну, когда ты учишься правильно бегать, там есть в этом кайф. Да? Да, у меня вот спустя. Что такое правильно бегать? Ну, во-первых... Мы еще неправильно бегаем, блядь. Ну, ты точно неправильно бегаешь. Точно неправильно бегаешь. Да, я не бегаю. Ну, я к тому, что каждый человек, который бегает, он неправильно бежит. Да? Ну, то есть, крутые бегуны, вот знаешь, как это, вот, говорит, ох, мы с детства поняли, что он, что за спортсмен будет? Это вот, если ты правильно побежал, все, ты атлет. Я просто все время еще удивлял, вот это фальшь в фильмах, когда там в каких-то герой просыпается, открывает шторы. И такой, вау, какое утро, пойду на пробежку. Не-не, в этом есть, когда я научился бегать, и спустя сколько-то лет после выпуска Академии я регулярно бегал, и в этом есть какой-то прикол. Но, опять же, во время бега, то есть, я когда научился бегать, у меня даже первое время бегал с музыкой, ну, знаешь, ставил наушники и побежал. А потом мне это прям сильно мешало, потому что ты во время бега должен думать о беге, должен думать о том, как ставить ногу, о том, куда смотреть, как дышать. Ну, короче, когда это дополнительно доходит, то пол есть. Я на самолет иногда еду, в полпятого утра и вижу, как бежит кто-то по улице, думаю, блядь. Вот так тебя немножко пробирают, да? Мне даже в такси неудобно в это время, а ты бежишь. Ну, да ладно. В общем, Фил Найт бежит и такой, что мне делать? Ему на тот момент 24 года, он думает, что он бесполезен в целом, потому что он только выпустился из вуза, он неудачный спортсмен, и он не знает, куда направить свою жизнь. И он такой, блин, ну вот у меня была вот идея, как он говорит, безумная идея, у меня была безумная идея, вот он бежит, надо ее реализовать. Безумная идея заключалась в том, что он учился, получал какую-то степень, по-моему, по бухучету в Стэнфордском универе, и у него то ли курсовая, то ли дипломная работа была по бизнесу, то есть там было задание такое, типа придумайте бизнес, условно, и там накидайте бизнес-план, и тебе нужно его будет потом защитить. И он такой, блин, не знаю, что сделать, что сделать, и вспомнил прикол, что американские военные, которые возвращались из Японии, привозили кроссовки беговые, и в них тренировались. И он это спалил, такой, блин, прикольная, прикольная обувь. Ну, он как бегун, он понимает, что удобная обувь, он такой, почем брал? Почем брал, брат? О, брат, кроссовка, что, сколько стоит? И ему, говорят, называют цену, он такой, блядь, это же очень дешево вообще. Ну, то есть, к примеру, дерьмовые, но единственные нормальные беговые кроссовки американского производства стоили 5 долларов. Гегемон спортивный, один из гегемонов, Adidas, у них беговые кроссовки стоили 30 долларов, но он не считал их, типа, великолепными. А эти, типа, японские, американцы покупали в Японии, там, что-то 5-7 долларов. И он такой, что за прикол, классные кроссовки. И у него возникла идея, именно в курсовой, типа, и он такой, у меня вот бизнес будет основан на том, что я буду продавать японскую обувь в Штатах. То есть, буду выступать как дистрибьютор японской обуви, потому что она там дешевая, но по качеству лучше, чем американская. И в итоге все равно сильно дешевле, чем Adidas. Это его был бизнес-план, он накидал бизнес-план, выступил, защитил курсовой, причем он рассказывал, что я там в аудитории, там, па-па-па-па-па, вот так выступал, а всем так похуй было. Ну, то есть, я представляю себя студентом, типа, что-то какой-то про вымышленный бизнес, блядь, рассказывает. И он говорит, никому это не понравилось, кроме моего преподавателя. Препод мне поставил, отлично, типа, все, класс, круто, и все, и это куда-то ушло. И потом вот во время бега он такой, блин, а что, если это можно реализовать? Что, если там тоже, блядь, так дотошно, он это описывает, такая безумная идея, а может отказаться от нее, но мир двигают безумцы. Ну, понимаете, ну, то есть, я такой, что за рекламная, вот ты вот тогда, вот так думал, пиздеж, я не верю в то, что ты так думал. Очередная рекламная шляпа для меня, я такой, да ну все, хорош, где истории, давай, короче. Он приходит к отцу. Ну, это странно, прям безумцы. Продавать японскую обувь, это, конечно, то еще безумие. У нас так в 90-е полстраны обезумели. Это 60-е. И в Турцию угоняли. Не, это 60-е, вот в чем прикол. Это 60-е, прикол в том, что у Штатов и у Японии не налажены отношения после Второй мировой войны. И он такой говорит, блин, как мне туда приехать, это вообще, я боюсь, что меня там что-то со мной сделают, что это такое. Короче, что он хочет? Он такой, я хочу, короче, вот тоже такой тип он, хочу продавать обувь японскую. Вот ты придумал продавать японскую обувь. Вот что ты для этого сделаешь? Куплю ее. Ну, то есть полетишь в Японию. Или украду. Полетишь в Японию, да. А он решает, что он хочет отправить кругосветное путешествие. То есть ты, блядь, только что бегал, говорил, что ты заразился этой идеей и такой, буду, блядь, путешествовать. Он приходит к отцу. Отец у него сидит в кресле, смотрит что-то там телек. Он такой, слушай, типа, помнишь, я тебе рассказывал про одну идею, там, безумную идею? Он такой, ну да, помню. И он говорит, я думал, что он меня сейчас жестко побреет. Он говорит, я вот, я вот, короче, решился, хочу в Японию сгонять. Взять вот там, посмотреть эти, эти кроссы, там, что-то посмотреть, что-то намутиться. Ну и в целом хочу весь мир проехать, посмотреть. И отец у него такой, ну можно. У тебя все? Иди. И он в шоке был, потому что, короче, у отец, у него очень, как он в книге описывает, он ценил респектабельность. Типа, если ты занимаешься не чем-то крутым, ты лох. Вопрос. Он же, ну, это не биография футболиста, да? Он из нормальной семьи. Ну как, из средней такой, скажем. Короче, из нормальной, ну то есть у него отец из семьи Мясника стал юристом, и в итоге он добился, дошел до того, что он стал главным редактором какого-то журнала местного. Мясо Today. Мясо Today. Мид Today. Мясо. Мид только как митинг еще, типа, понял, встреча, мясо, каламбур. Мать просто какая-то красивая женщина. Ну, что свойственно главным редакторам. Да, ну, короче, у него отец такой, типа, я все в карьеру, купил дом, у него большая семья, там, у него две сестры, по-моему. Но при этом он такой, ну, в целом путешествовать и посмотреть мир, он говорит, слушай, типа, а, вот это мне тоже угарнуло, чувака зовут Филипп, ну или Фил Найт. Отец его называет, отец его называет Бак. Я вот хотел, чтобы ты врачом был, потому что он сам мечтал стать врачом. Больше он на футбол отдают в таких случаях. Вот, и он такой путешествует, типа, все, это респект, это круто, двигай. Слушай, никак не объясняется, почему Бак? Нет, он просто говорит, что когда мать была беременна, отец подходил к его животу и такой, эй, Бак, маленький Бак, как ты там поживаешь, Бак? Ну, понял, разговаривал, а когда сын родился, его назвали Фил, и отец такой, да мне похуй, я его Бак буду называть. Я его изначально так называл, и буду продолжать. Вот это верность принципам, да? Согласен. И его все кенты его отца его называют Бак. Ну, кстати, это же, ну, ход. Ну, когда вот спорят муж с женой, как называть ребенка, можно же просто называть, ну, как хочешь. В итоге он семье, а, он отцу говорит, ну, у меня бабок нет, вот в чем прикол, он такой, бабок нет. Он такой, сколько тебе надо? Он там посчитал заранее все, такой, вот столько там, что-то там больше тысячи долларов понадобилось, он такой, все, типа, окей. Сказал семейству, бабушка там жестко в шоке была, сильно против, чтобы он летел в Японию, она говорит, я там точно убью, точно порежу, ты американец, там американцев не любят, мы их бомбили, типа, нельзя туда американцам ссуваться. Он такой, да нет, нужно, короче, я точно туда поеду. Он цепляет. А он полетел в какую сторону? Ну, в Кругосветку. В Кругосветку. С Японии начать. Нет, сначала я расскажу. Он цепляет своего кента, подходит к кенту, говорит, слушай, я хочу в Кругосветку отправиться. Мукин сразу говорит, погнали, я с тобой. Друг разъемнейший чувак, потому что первое у них было Гавайи, то есть они со Штатов, он живет. И он там остался. Он живет, он в Орегоне, он в Орегоне, это западное побережье, он в Гавайи, и Кент там и остался. Прикинь, первое же, блядь, первое же место, они там, короче, покайфовали. У них там было по плану что-то 2-3 дня, они жестко кутили, кайфовали. Он говорит, ему Кент говорит, давай здесь останемся еще. Он говорит, да у нас бабки расписаны, типа, по часам. Он говорит, давай здесь устроимся на работу. Они устроились на работу, продавали там какие-то журналы, газеты, бля, ходили по домам. Типа, в итоге Кент стал в баре работать, и он такой, слушай, знаешь, я, наверное, не полечу дальше, мне здесь пиздец как нравится. И он вот в Кругосветке на первом же месте соскакивает. Он после этого летит в Японию. Он там долго описывает, как великолепна Япония. Как ему было страшно, потому что, говорит, мы подлетаем к Токио, и я смотрю, и я понимаю, что когда-то американцы сожгли этот город до тла, потому что там все из дерева было. И он говорит, прилетали самолеты и просто огнем пуляли. И он говорит, а мне сейчас туда садиться и говорить, что я из Штатов. Понимаете, да? Он такой жуть, жуть, жуть. И, короче, он идет в компанию Аницука, потому что ему очень сильно нравились кроссовки Аницука Тайгер, беговые кроссовки. Он идет в компанию, записывается там на встречу к руководству. Говорит, вот я, значит, Фил Найт, занимался бегом, ваши кроссовки разъеб. У нас в Штатах проблема с беговыми кроссовками. У вас есть прикол в Штатах продавать кроссовки? Японцы говорят, прикол есть, но ты вообще кто? Тут Фила Найта спасает, что в мире отсутствует интернет, насколько я помню. И он говорит, я президент Соединенных Штатов. И он, короче, они говорят, не, идея классная, типа, вы хотите быть дистрибьютором нашим, классная идея. Он говорит, но мы не работаем с частными предпринимателями, типа, ИПшники, отстой. И он такой, у меня компания есть. А у него не было никакой компании. Они говорят, компания? Серьезно, у вас компания? А что, как называется? И он такой... И он вспоминает, что у него просто в комнате было. И он вспомнил первый же свой портрет, где он там стоит с медалью какой-то. Медаль висит на ленточках таких синих. И он такой... Blue Ribbon компания называется. Blue Ribbon Sport. Вот так называется компания. И японцы такие, бля, клево, давайте сюда сотрудничать. Он сразу говорит, отправьте мне, пожалуйста, пару кроссовок по такому адресу. Я вам... Я не понимаю, как так получилось, почему у него не было денег, нельзя было наличка. Но он сразу тебе позвонит отцу или пишет отцу, говорит, вот по такому адресу оплати 50 долларов за кроссовки. 50, потому что, типа, за отправку. Он договорился быть дистрибьютором, и после этого говорит, им пару кроссовок мне отправьте, и вот с этого начнем. Их только пока хватит. Не, пару кроссовок он попросил, чтобы... На всю компанию мою огромную, вот эту вот, многомиллиардную. Давайте мы вот, ну, стартуем, а потом посмотрим, как идет. Не, он, короче, хотел их проверить. Потом очень долго, очень много, очень, блядь, ненужно, как он болел, блядь, какими-то вещами в разных странах. Как он смотрел на бедность всего мира. А он дальше полетел? Он полетел. Он после Японии, он полетел по всему миру. То есть он прошел через Азию, в Африку потом. В Африке посмотрел там на пирамиды, на всех африканские племена. Потом в Европу двинул, там в Италии был, в Париже. Но он классически на самолетах двигался. Да, да, да. Не было каких-то там перегибов. Не-не-не, он, короче... Бежал, он пробежал всю землю и понял. Короче, он сильно долго путешествовал. После этого возвращается домой. Заходит. Единственный минус, что он не делал все это время, он не стригся и не брился. Он пришел домой, его дома бабушка вообще не узнала, потому что у него были очень длинные волосы, гигантская борода. Он такой, я дома, бабуля, ты кто? Он идет спать, потому что очень сильно устал. Приходит отец, он слышит, что пришел отец, он сразу выгает, отец его встречает, обнимает. Он начинает показывать все фотографии, он собирается все семейство, подготовил презентацию. Как он говорит, я показывал слайды со своих путешествий и рассказывал про все. И вот, отцу он еще не сказал толком, что он уже заключил сделку. Ну, типа, собирается сделку заключить. Он отцу начинает говорить, что, типа, вот я, ты помнишь, оплачивал, типа, а где кроссовки? Он говорит, они еще не пришли, нет никаких кроссовок. Он такой, ну, бля, пиздец. Он говорит, а зачем тебе эти кроссовки нужны были? Он говорит, это те кроссовки, которые я хочу продавать в Америке. Он такой, да, бля, фил, типа, что? Бак, бак так не годится. Это нереспектабельно, кроссовками торговать. Кто у тебя будет вообще покупать японскую обувь? И тут красивая мать, там просто это киношная сцена. Бля, клянусь, это как фильм все написано. У меня было полное ощущение, что пришел какой-то сценарист к Филу Найту, говорит, давайте про вас снимем сериал. Он говорит, давайте. Написали сценарий, сценарий никуда не продали. И Фил такой, ну, давайте книгу сделаем. Потому что тут вот развитие вот прям киношное. Короче, он говорит, отец у него спрашивает, кто будет продавать твою обувь, появляется мудрая женщина. Мать. И такая, типа, Фил. Он такой, да, 35 размер, одну пару какой-то там, бля, модели мне, пожалуйста. Он такой, 6 долларов стоит. Он такая, все, окей. И уходит. И отец такой, бля, ладно, короче. Это репетирует. Ладно. А, и он ему дал, типа, стартовый капитал, там, сколько-то, сотен долларов, чтобы он первую сделку заключил. Он был у него поручителем. Вот, суть разговора была о том, что он нам дал бабки. И он был поручителем в банке у сына. Он, короче, что делает? Он берет эту, на следующий, там, через два дня приходят кроссовки, пара вот этих, Анисука Тайгер. Он эту пару отправляет своему тренеру побегу из Ригонского университета товарищу Бауэрману. Очень важный человек для будущей компании. Пару слов об этом тренере. Тренер, короче, один из лучших побегов в Штатах настолько, что он в какой-то момент тренировал олимпийскую сборную. У него на момент, когда он тренировал сборную по универу, у него уже были какие-то там олимпийские чемпионы. Ну, то есть, короче, он, типа, один из лучших. Типа, Тарасова. Вот такой вот. И в чем прикол? Вот Фила окружают люди, которые вот ему во всем будут помогать. Знаешь, как будто ты читаешь эту книгу и вот анализируешь его жизнь, его историю и понимаешь, что тебе как будто суждено было быть великим. То есть он не просто так. Он такой, я вот решил ему показать, потому что мне вот интересно было его мнение. А у него тренер вообще на обуви помешанный тип. Он бегунам спортсменам говорил, что вы можете там качаться, там бегать, что угодно, но обувь – это самое важное для бегуна. И что он делал? Он брал у бегунов своих обувь, что-то разрезал ее, изучал, с чего она состоит, смотрел на технику бега своих спортсменов, кому-то там язычок отрезал, что-то там перешивал, кому-то их расширял, кому-то подошву прям менял. Ну, короче, вот такой вот тип. Он отправил ему эту обувь, он ее нахуй порезал, блядь, всю, изучил ее сразу и пишет письмо этому чуваку, Филу, или звони там, ну, неважно. Говорит, короче, типа, а что ты хочешь? Он говорит, крутая обувь. Он такой, я хочу ее продавать в Америке. Он такой, я в деле. Мне это очень интересно. Он едет к нему на хату, он живет в горах, в каком-то замке, блядь, тренер, в замке живет. Он приходит к нему и говорит, слушай, это клевая штука, давай, короче, тогда двигаться вместе. Мне это очень сильно интересно. Это крутая идея. Ты шаришь сильно, я в тебя верю. Он, короче, внушает Филу, что все будет пиздато. Но фактически просто примазывается к бизнесу. Говорит, я в деле, а там как будто бы вначале не было. Пока ты этого не сказал, я об этом не подумал. Но вот следующий факт прям пиздец, как об этом говорит. Он ему говорит, так давай через моего юриста, там юрист по имени Жако, я не помню, это попугай или человек. Или орешки. Да, короче, Жако, какой-то его кент, юрист, они к нему едут, и Фил такой говорит, бля, я еду, я злюсь, потому что я к нему приехал, мы уже договорились. А, он Филу был нужен, чтобы стартовый капитал еще получить, потому что батя ему дал всего 500 долларов, ему на первую партию нужны были еще бабки. И Бауэрман такой, я тебе дам бабки, все нормально. Они едут к этому юристу, и он такой, бля, нахуй нам юрист? Ну мы же доверяем друг другу, могли просто вот руки пожать, и все, а ты своего юриста подсунул. И юристы всегда портят, не было ни одного истории, чтобы юрист что-то, блядь, пиздатое сделал. Они приезжают, а коз. У нас на канале тоже, ну. Имеется в виду юридическая сделка. Так. Он приезжает туда, нервничает, пиздец, короче, ему говорят, хотите зефирку, хотите шоколад? Он говорит, а меня тошнит прям, бля, я злюсь, не могу, говорит, уберите вот эти сладости все эти ваши. Юрист что-то там печатает, что-то набрасывает, заходит в комнату к ним и говорит, так, Фил, все, я наброски договора сделал. Единственное условие, на которое мой клиент согласится. И условие было вот таким, что у Бауэрмана будет 49% акций. Потому что он хочет, чтобы контрольный пакет был у Фила. Ну, противоречиво. Это очень подтверждает твою идею, что он просто хотел подмазаться, чтобы не неси никакое ответственность. И Фил такой, бля, ну, пиздатые условия, потому что он думал, что что-то у него там отжимать будут, понял, что-то такое жуткое. Он такой, ну, ну все. Ну, то есть, и опять тут Бауэрмана проявляет доверие Филу, что он как бизнесмен, у него все получится. Он говорит, все, давай, нахуй, погнали. Они подписывают договор, отправляют бабки в Японию. Сколько он ему дает бабок? Первый у них тысяча долларов было. Ну, тогда это много было. Нет, тысяча долларов в 60-м. Это 62-й год. Куда бы вложить тысячу долларов, чтобы получился Найки потом? А у меня было 49. Хуй с ним. 5%. Давайте дам тысячу долларов. Дим, есть там ребята, занимаются, они через крипту прокручивают. Короче, они регистрируют компанию. Блю Римман заключает сделку с Бауэрман 49 на 51. Они отправляют платеж в Японию. Им присылают 300 пар обуви. Он такой, ну все, сейчас как нахуй, залетим. Великолепные кроссовки идут по магазинам, к торговым представителям. И, учитывая, что это сериал, их все посылают нахуй жестко. Говорит, нам ваши японские кроссовки не нужны. Это тупость, никто это покупать не будет. И это первое у него расстройство. Он такой, да как так? Они же очень удобные. Они же, ну типа это, как, блядь, не будут покупать? Он не верит в это. Что он делает? Он берет свою вот эти 300 пар обуви и катается в своем штате по соревнованиям для бегунов. Он приходит на тренировочные базы, подпазывается к тренерам, говорит, вот у меня типа есть обувь. Спортсмены ее берут на, ну попробовать. И в итоге 300 пар, блядь, вот так покупают. Он такой, ага. Ну надо сразу дойти к потребителю. Как бизнесмен, очень крут. Тут очень много таких вот историй, когда вот он попробовал, но не получилось. То есть я бы, мне кажется, я бы не додумался, чтобы надо вот идти к бегунам и говорить, слушай, вот есть кроссовки для тебя. Ну то есть, ну на мой взгляд. Да я бы обувь не додумался продавать. Вот, короче, 300 пар с легкостью продают. Они разлетаются, то есть у него начинает работать сарафанное радио по штатам и по ближайшим штатам, потому что типы, ну это же как вирус, блядь. Они же не в одном штате бегают, они ездят на соревнования в соседние штаты. Разъебывают там, и типы такие, а что за кроссовки? Они такие, да, вот у нас там тип есть один, продает. Он говорит, о, а можно у него заказать? Передают данные, то есть у Филла собираются заказы. Он идет в банк, он получает, получается, бабки за все пары. И что он делает? Он приходит в банк и говорит, мне нужен еще кредит. У меня есть вот бабки, вот я получил, но мне нужен еще кредит. И мой банкир такой, типа, нахуя? У тебя же есть бабки, часть их отложи, на эту часть, типа, купи новые. Он такой, нет, 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 я хочу еще больше кроссовок купить. У меня очень много заказов, мне нужно очень много кроссовок. Банк ему говорит, так, типа, не делают. Он говорит, да ладно, что вы, блядь, вот у меня батя мой, поручитель. Они такие, ну... Они звонят прям отцу, говорит, вы готовы за него, типа, поручиться? Типа, вся фигня. Отец такой, да, без проблем. И его банки за это будут периодически, не периодически, а постоянно уничтожать его за это. Потому что он не оставляет наличку. Понимаешь, что происходит? Не очень пока. Смотри, он, короче, у него есть выручка. Он эту выручку на всю, блядь, покупает кроссовки, берет кредит и еще на кредит покупает кроссовки. То есть не 300 пар, а уже очень много пар. Ну, а банки почему не любят это все? Потому что если у тебя в какой-то момент дела не идут, из-за того, что капитала нет, кредит нечем покрыть, и просто бабки исчезают. Они хотят, чтобы всегда был какой-то капитал. Он такой, типа, надо развиваться. Там глава называется «Расти или умри». Вот так он. Он говорит, я не хочу. То есть банк ему говорит, типа, бизнес надо чуть-чуть спокойнее, медленнее вести. Да, так получается, что он просто от процесса кайфует. Да, он просто такой, я покупаю, продаю, покупаю еще больше. Продаю это все, покупаю еще больше. Я бы тоже, кстати, засомневался. Ну, просто потому, что это необычно. Что именно? Ну, что вот так человек действует, что он просто себе ничего не оставляет. Да, да, он себе ничего не оставляет. Это реально, он один из первых бизнесменов, кто стал вот так вот делать. Нахуй, типа, подушку безопасности, двигаемся, типа, до Талова. В итоге у него все продажи великолепно идут. Ну, естественно, это сериал. Мы сериал смотрим. Появляется еще одна проблема. Они находят где-то буклеты, которые не они делали. Причем Баурман его утверждал, надо, бля, рекламку разослать всем. Нужно, типа, делать рекламу. Он такой, реклама, отстой, не надо ничего делать. Двигаемся вот по нашим этим бегунам. Они находят какую-то рекламу с продажей. Они, сука, Тайгер какой-то продает тип. Причем они на западном побережье торгуют. Он с восточного побережья. Они такие... Асикс. Нет, а не цука, это и есть асикс. А, да? Да, а не цука, это современный асикс. Вот, пожалуйста. Пасхалка, на которую я указал. Уже не пасхалка получается. Он такой, что происходит вообще? Почему какой-то тип... Нам сказали, что мы вот продаем. Какой-то тип продает. Он летит в Японию. Приходит туда. А он, типа, там договорился, что только я буду продавать. Ну да, он хочет эксклюзивным дистрибьютором быть. Он приходит туда. Ему говорят, бля, сорян, что так вышло. Тут просто менеджер, главный менеджер, который с тобой договаривался, он поменялся. И вот этот новый менеджер китами. Все важные типы, которых я буду... Я их буду озвучивать. Китами. А до этого был акулами. И дельфинами потом... Дельфинами уволился. Китами пришел и все. Он решил, что нужно бизнес расширять. И, типа, он не знал, что с вами договорились, что вы будете один. Типа, мы это все поправим. Типа, не переживайте. Типа, возвращайтесь к себе. Заказывайте у нас еще кроссовки. Типа, все, норм будет. Короче, он начинает кататься. Ну вот продавать также кроссовки свои. Катается по этим соревнованиям. На каких-то соревнованиях он встречает своего кореша университетского, которого зовут Джонсон. Джефф Джонсон. Он такой, что ты? Как ты? Как сам? Он такой, клево. Вот, типа, женился. Все класс. Продажами занимаюсь. Бегом закончил. Все. Я люблю бег, но мне ничего не получилось. Теперь вот только так. Он такой, продажами занимаешься? Круто. Давай со мной торговать. Будешь продавать кроссовки. Он такой, блин, я уже продаю кроссовки. Адидас. Он такой, какой ты козел. Он говорит, я прям сильно расстроился от того, что он Адидас продавал, потому что... Я тоже такой, а что ты, блядь, расстраиваешься? Вы продаете, сука, Тайгер. У тебя нет своей фирмы, которая производит обувь. И ты расстраиваешься от того, что тип продает одни из лучших кроссовок в мире. Мне смешно, что он расстроился. Это же не Бауэрман, вот этот продавал Адидас. Просто такой тип продавал Адидас, он его встретил спустя много лет. Бля, я расстроен. Я думал, ты бомж. И он, короче, он его убеждает продавать кроссовки. Джефф Джонсон этот. Этот говорит, типа, Джонсон, ну-ну-ну, у меня все нормально в Адике, я справляюсь. Начальник отдела. Мне не нужна ничего. Он такой, ну-ну-ну, ладно. В свою очередь Бауэрман, блядь, по сцене эти кроссовки, блядь, разрезает, что-то там, блядь, придумывает. Там самый прикол был, что из-за того, что Фил Найт, когда занимался у него, он не был перспективным бегуном, и на нем самые жесткие эксперименты ставили. То есть самые какие-то безумные идеи. Бауэрман... В одних шнурках. Да, проворачивал на нем, потому что, ну, типа, он точно не должен был ничего завоевать, а своих главных спортсменов он берег, он такой, ну, ты вот тут вот просто чуть-чуть под клеем, грубо говоря. А Фил говорит, я там, блядь, просто с ума сходил. Для тебя у меня новая дисциплина, бег по капканам, вперед. А Бауэрмана я один представляю каким-то сумасшедшим, который сидит в замке и режет кроссовки. Да, каким-то... Не-не, он там, Бауэрман, жесткий чувак. Короче, в какой-то момент, в какой-то момент Филу звонит этот Джонсон и говорит, у меня жена беременная, я хочу очень много денег, мне нужна подработка. Давай я буду еще и с тобой работать, продавать адики и твои. Он такой, блин, я рад это слышать, конечно, конечно, давай. Джефф Джонсон, вот опять же, вот Бауэрман крутой чувак. Он просто почему-то решил ему отправить обувь, и тот стал полноценным участником его бизнеса. Просто так вот, ну как он мог узнать, что вот там Джонсон вот есть? Предложил ему работать вместе с ним. Джонсон один из самых в итоге сумасшедших продавцов был. Конченый человек, вот если так выражаться, просто конченый человек. Что он делал? Чуть ли там в дома не заходил, предлагал кроссовки. Он вот настолько общался с клиентами. Если ему удавалось убедить человека купить кроссовки, он не просто ему продавал кроссовки, он на него заводил специальную книгу, у него была специальная книга, он его помещал в книгу, выписывал все его данные, рост, вес, дата рождения. Он поздравлял всех своих клиентов с днем рождения. Причем это делал вручную, писал письма, отправлял по адресу. Он писал письма Филу Найту, отчитывался за каждую продажу, типа вот я сегодня сделал то, сделал сегодня это. У Филы, он говорит, у меня в какой-то момент куча писем свалилась, и я не мог их читать, потому что это невозможно. Просто я сегодня продал вот столько-то пар. Он поставил рекорд, один продал больше, чем все там остальные вместе взятые, там что-то 3000 с чем-то пар кроссовок. Он открыл в итоге сам свой магазин Blue Ribbon Sport. Говорит, вот смотри, я магазин открыл. К нему приходили люди, причем он там магазин обставил, типа вот как я там, фотка есть от того магазина, и там атмосфера, вот похоже что-то на какую-то современную кофейню. То есть там, это не было магазин с полками, туда мог прийти, просто посидеть на диванчиках, что-то там попить и поговорить о беге. Джонсон очень сильно любил бег. Ты представляешь, как можно говорить о беге? Ну, мы вот попытались, у нас минут две вышло. Короче, этот Джефф Джонсон катается по всем штатам, все, блядь, распродает, ведет со всеми корреспонденцию, все с ним переписываются. Он обожает, то есть там доходы того, что условно он продал пару кроссовок какому-то типу. Тип говорит, мне неудобно в них бегать, потому что подошва какая-то, ну он типа, видимо, тяжелым был, и он говорит, подошва не выдерживает амортизацию. Он говорит, присылайте ко мне кроссовки, кроссовки присылают, он сам там что-то перешивает, делает какую-то другую обувь, консультируется с Бауэрманом, Бауэрман говорит, добавь там вот это, добавь, взял вот то. Они ему сделали кастомные кроссовки, отправили, и клиент такой, клево. И в итоге Джефф Джонсон сделал то, чем пользуются сейчас магазины, то есть вот эти переписки, поздравления с днем рождения даже, то есть это все вот он тогда начинал. И там дошло от того, что в итоге Фил Найт описывает действия Джонсона привели к тому, что в какой-то момент, когда Джонсон своим безумием набрал критическую массу, не он продавал кроссовки, а его клиенты продавали кроссовки. Клиенты Джонсона? Да, клиенты, то есть вот я тебе продаю кроссовки, я настолько тебе нравлюсь, что ты своим друзьям говоришь, бля, есть тип, который кроссовки продает, пиздец, какие удобные кроссовки, чувак вон. То есть он еще параллельно сетевой маркетинг изобрел. То есть он вот своим вот этим энтузиазмом, в итоге молва о нем распространилась за пределы там всех штатов, где он был, и к нему вот в его магазин люди приезжают. Да он Адидас продавал-то, где у него были паузы на это? И сейчас я скажу. А он еще продолжает Адидасом торговать? Он продолжал, был толковым представителем Адидаса. Возвращается опять этот чувак с восточного побережья, они его именуют как ковбой Мальборо. Конкурент. Да, Фил Найт опять психует. Ну то есть они тут сильно запереживали, потому что из-за действия Джеффа Джонсона, то есть он чуть ли не на поламерике пошумел, в плане, что есть вот у кого можно купить кроссовки. И получается, если туда заходят ковбой Мальборо, люди такие «О, типа Ницука Тайгер, клевые кроссовки, мне про них рассказывали, клево, куплю». И покупают их у него. То есть тип приходит туда, где уже типа все готово. И не кибля, у нас сейчас полбизнеса, блядь, отожмет. Он едет в Фил. Фил Найт занимается в основном тем, что он наебывает японцев. Ну вот, кстати, да, я заметил, что торгует друг в основном Джонсоном. Режет тренер, там сидит. Не, ну он, видишь, он все это организует, и с него все началось. Тут нельзя, то есть он в этот момент тоже продает. Просто он как продажник хуже, чем Джонсон. Джонсон просто лучший в продажах. А Фил Найт чем занимается? Вот он в Японию катается, вот он приезжает в Японию, собираются руководители, приходит сам товарищ Аницука. Такой дратути. Он ему высказывает свое мнение, говорит, типа, что за, блядь, прикол. Вы мне обещали, что его больше не будет. Я приезжал, вот, типа, там, год назад. Вы мне сказали, все, пардон, вопрос уладим. Сейчас он продолжается. Ему этот китами такой говорит, ну да, мы его продаем. Аницука такой говорит, послушайте, поймите правильно. Мы хотим масштабировать свой бизнес, а вы продаете на Западе. Этот тип продает на Востоке. В чем проблема? Нам для бизнеса так удобнее. Мы тогда в итоге всю Америку можем охватить. И мы все везде продаем. А вы продаете только на Западе. У вас нет представительства на Востоке. И что делает Фил Найт? Говорит, есть. Говорит, есть. Он такой говорит, есть. Они такие, бля, серьезно? Нам нравится, как вы продаете. А что ж вы сразу, блядь, не сказали? Все, нахуй этого ковбоя Мальборо тогда. Вы будете продавать на Восточном побережье. Все, полностью. Они заключают контракт, там, что-то на 3 или 5 лет, что они эксклюзивный дистрибьютор. Они по-прежнему Blue Ribbon, да? Они по-прежнему Blue Ribbon Sport. Торгуют вот в Орегоне, в Санта-Монике магазин у Джеффа Джонсона. Он в Л.А. живет, типа этот, Санта-Моника, это, типа, часть Л.А. Он еще домой даже не прилетел. Он звонит сразу Джеффу Джонсону, такой, чувак, ебаш на Восток. Он психует. Говорит, да в смысле? Я тут только магазин, блядь, открыл. У меня тут все клево. Все приезжают, про меня все знают. Он такой, ничего не знаю. Надо, короче, я сказал им, что у нас есть офис на Востоке. Надо, блядь, пока они не проверили. Надо его там, блядь, открыть. Он такой, да пошел ты, типа, в жопу. Он возвращается, вызывает его Джонсона. Или они с Баурманом к нему едут. И Джонсон такой говорит, так, смотрите, расклад такой. Я хочу уволиться с Adidas. Мне нравится Blue Ribbon Sport. Мне нравится ты, Филл. Мне нравится ты, Баурман. Я готов ваши кроссовки продавать дальше. Но я хочу вступить в компанию. Я хочу долю в акциях. Я хочу зарплату в 600 долларов. У него, я не знаю, какая зарплата была. То есть меньше 600 долларов он получал. Ну, скорее всего. Я хочу зарплату в 600 долларов. И вот процент. Они начинают с Баурманом суетиться. Баурман говорит, я нихуя своего не отдам. Хочешь, давай. Я ноль процентов отдам. Ноль процентов. Филл Найт понимает, что если он отдаст свою часть, у него не будет контроля. А Баурман уже себя как с гнильцой человек проявил. Ну, не с гнильцой. У него и так 49 процентов. То есть он сделал как будто бы важный шаг, типа, что отдал контроль Филлу и говорит, хочешь отдавать, отдавай. Меня бесполезно. Типа, я дед. Ты не сможешь меня уговорить. Я свою долю, блядь, не отдам. Он же еще параллельно сидит, режет кроссовок, блядь. Как с этим тоже разговаривать. Как вы думаете, что сделал Филл Найт? Отдал один процент? Нихуя он ничего не отдал. Он пришел к Джеффу и говорит... А у нас кончились акции. Проценты, проценты. Ты не можешь, мы не отдаем. Зарплату поднимем на 50 долларов. И Джефф такой, ну ладно. Это вообще прям... Я такой, ты же продажник. Как ты мог согласиться на такое? Он говорит, ну ладно, на 50 долларов, хорошо. Летит в Бостон открывать там представительство. Открывает там офис, работает в Бостоне. Тут вступает Бауэрман. Его вот это безумие дошло до того, что он говорит, что вот эти Ницука Таггер, типа, они крутые, но невеликолепные. Надо их улучшать. И он вот в своих вот этих разрезаниях, эскизах и всего настолько далеко уже зашел, что изобрел новую модель. Бля, что за тип? Прикинь, он изобрел новую модель. Вы сейчас охуеете сильно. Он изобрел новую модель. Он пишет письмо Вани Цуку. То есть, ну через Фила все это. Пишет письмо Вани Цуку. Там с набросками, с дизайном. Со всем, что новая модель. Они в шоке. Они это принимают. Они это выпускают. Это модель Кортес. Вы знаете, да, что это? Это вот та самая Найки Кортес. Параллельно он пишет книгу про бег. Фил Найт его раскритиковал немного, потому что книга называлась «Бег трусцой». И мир. «Бег трусцой». И, короче, книга имела, как он тут описывает, ошеломляющий успех в 60-х. Ну, типа, прям вообще она была в каждом доме. В каждом доме эта книга была «Бег трусцой». И он раскритиковал ее, потому что Баурман до этого говорил, надо делать рекламу, печатать рекламу, печатать рекламу. В итоге сам, блядь, ничего про бренд Блю Рима в книге не написал. Ну, то есть он говорит, он мог использовать эту книгу как маркетинговый ход, но он этого не сделал. Он говорит, мы с этого, ну, то есть у нас продажи вообще никак не увеличились. Может, он не хотел, может, он именно на беге хотел сосредоточить повествование. Ну, да, там оно и было «Как бегать трусцой». Как можно про эту книгу написать? Да вы сумасшедший, чего вы от него ждете? Да не сумасшедший, он фанат своего дела, господи. В итоге там Олимпиада, начинается там преддверие летней Олимпиады, по-моему, блядь, в Мексике была она, что-то что-то такое. И они говорят, надо там что-то каких-то спортсменов выцепить, что-то такое. И там, короче, обидный прикол для них, что Адидас, Пума там, блядь, жестко туда врываются. Там настолько у них баталии между Адидасом и Пумой, что там какого-то агента из Пумы посадили в тюрьму, потому что он там кому-то взятку предлагал, чтобы его кроссовки типа взяли. Он говорит, у нас в Олимпийской деревне один маленький стенд стоял. Говорит, ноль продаж было, ноль продаж. Но при этом, он говорит, я знал, потому что Баверман был уже тренером Олимпийской сборной, он говорит, я знал, что большинство спортсменов тренируются в Адидасу Катайгер, а выступают в Адидасах. Он говорит, меня это очень сильно злило, но я в этом видел перспективу, что если нам удастся маркетингово чуть-чуть переломить ситуацию, то мы сможем всех в Анецуку типа обуть. Ну, понимаете? Да, они после этого возвращаются. В компании появляется новый чувак по имени Вудл. Тоже там трагичная судьба у типа. Он просто, что-то у него с ногами случилось. Стал инвалидом, катается на коляске. И Фил, когда это увидел, Баверману говорит, давай его на работу возьмем. Он же в беге ебать как шарит. Он такой Баверман шарит. Он говорит, ну давай его... Да, в итоге Фил Найт понимает, что представителями его обуви должны быть бегуны. Он катается по стране, общается с бегунами, нанимает бегунов, вот таких вот бегунов-неудачников в спорте. Нанимает их на работу, чтобы они занимались продажами. Потому что они лучше всего могут рассказать про бег и про ощущение бега именно вот в этих кроссовках. У них все постепенно масштабируется для всей страны. Он по-прежнему, напоминаю, что он приходит в банк, берет кредит и навесит кредит, накупает кроссовки, получает прибыль, гасит кредит, бьет еще больше кредит. И в какой-то момент ему банк говорит, типа, бля, мы уже не можем вам кредиты выдавать, вам надо тормознуть. И он такой, бля, как бабки вообще, как бы заработать? Как бы заработать? Они такие, кто-то их убеждает, по-моему, Вуду убеждает, говорит, давай акции типа выпускать, Blue Ribbon Sport. Он говорит, я не хочу выпускать акции. В итоге его уговаривают выпустить эти акции. Они их рассылают всем информацию о том, что можно купить акции всем своим покупателям. Ноль продаж. Он такой мне, говорит, а бабок нет, нам кредит не выдают, надо типа дальше что-то делать. Он приходит к Вудулу, говорит, бабок нет. Ну, мы же в сериале, типа, бабок нет, я не знаю, что делать. И Вудул говорит. А у Вудула родители типа... Я в подземный переход сейчас вернусь. Дайте мне камуфляж. И гитар. У Вудула, короче, мать, они в какой-то момент, мать на работу Вудула берут, потому что она там шарила, работала на складских помещениях. И, короче, она придумала систему, как они будут все регулировать на складе, когда кроссовки будут приходить. Он приходит к ним, говорит, типа, бля, у нас фильма сейчас вот-вот загнется, бабок нет. Вы можете какие-то бабки... Я сейчас хожу по всем занимаю бабки, какие-то бабки дать. Они дали ему бабки. Вот он такие, а сколько тебе вообще всего надо? Он называет какую-то сумму. Они видят, что они уходят, возвращаются и отдают все, что у них есть. Там было что-то 8 тысяч долларов. Им отдают все, что есть. Он такой, типа, чего? Вы мне даете все свои бабки. И она ему говорит, типа, ты работаешь с нашим сыном, ты взял его на работу, когда его никто не хотел брать. Если он тебе доверяет, то и мы тебе доверяем. И если не мы тебя спасем, то кто вообще тебя спасет? Полная бессмыслица. Но это его ебать как вдохновило. С ним вообще все люди говорят мотивирующими цитатами. Он просто рекламному отделу ее дал подредактировать. А мы же знаем рекламный отдел Nike. Да, он начинает... Короче... Там сейчас появится монстр, которому он как кантона пробивает тело. Он, короче, на эти бабки покупает опять обувь. Блядь, просто... Ну, то есть он каждый раз, напоминаю, что он каждый раз больше объема покупает. Странно, что у него до сих пор не хватает идей, ну, если он уже сталкивается с этим, ну, откладывать по 500 долларов. Не знаю. Короче, что он делает? Вот он сам не зарабатывает. Чтобы хоть как-то зарабатывать, он сначала работал в какой-то конторе бухгалтером. А, то есть это еще и как бы хобби у него. Это хобби. Это то есть уже на протяжении там что-то 7-8 лет или 9-9 лет. Это у него хобби. И все это время он сначала не работал, потом он стал работать в какой-то компании бухгалтером, его отец устроил. Отец его жестко критикует за все, что это продажа обуви, это не респект, это отстой. Вот ты бухгалтером там работаешь, это круто. Он потом увольняется с бухгалтерии, идет через какое-то время, то есть у него уже есть знания, там степени, у них же все степень, типа по бухгалтерии уже есть какое-то прикладные знания, опыт, что у него свой бизнес есть. Его берут в какой-то универ, он там бухучет ведет. То есть он преподает в универе. Ну, уже он не работает бухгалтером, но преподает теперь. Да. Теперь учитель. Он, будучи учителем, он там встретил свою будущую жену, во-первых. Во-вторых, момент. Он идет по коридору, и видишь, там девчонка показывает подругам свои какие-то картины. Они такие, о, прикольно, а что ты тут учишься вообще? Она говорит, а меня не взяли, типа, на факультет искусства. И он такой, проходит, ой, а хочешь у нас, хочешь работать на меня? Она такая, а ты кто? Он говорит, я вот, типа, у меня есть своя компания, и нам нужен, типа, художник-дизайнер, там, рисовать рекламные буклеты, всякую штуку. Она такая, о, прикольно. Он у нее берет в штат, она у него работает. Продажа, все идет, все хорошо. Штат, в Санта-Монике, там, Вудл заведует, на Востоке заведует Джефф Джонсон. За 100 долларов. Все четко отырит, все, много обуви, они покрывают, раздают долги, все круто. И в какой-то момент начинаются проблемы с продажами, потому что они, сука, затягивают с поставками. Кроссовки не приходят вовремя, а если они приходят вовремя, они не продаются, а если не продаются, нету бабок. Он такой, что-то, что-то какая-то, какая-то муть. Они, сука, затягивают, сука, с поставками, сука. Ну, по этой книге он должен идти встретить случайно швею. Швея говорит, а я... С волшебной нитью. Да, да. Нет, там был прикол, кстати, вот про Олимпиаду в Мексике. Там настолько все, как обманывали, как он говорит, что Adidas, чтобы не платить какой-то налог за продажу обуви или там чего-то. Они в Мексике на какой-то фабрике заключили контракт, что они просто там в Гадалахаре, что они там будут просто обувь их производить. Ну, то есть, они там в Мексике были как местный бренд, грубо говоря. А в это время в другой корпорации человек за 650 долларов работает. Да, да, да. И, короче, в итоге у них вот эти проблемы с поставками, все рушится, банки все-таки, мы вам кредиты, блядь, не выдаем. Он понимает, что какая-то, какая-то мудя, блядь, происходит. У него был агент, кент какой-то в Японии, которому он однажды велосипед подарил. Бля, он так сейчас смешной велосипед подарил. Он ему отправил, он знал, что он любит кататься на велосипеде. Он ему отправил бабки на велосипед и обратно получил эти бабки, потому что он сказал, типа, я, к сожалению, не могу ими воспользоваться, потому что мне в компании запретили воспользоваться этим. Он такой, окей. Потому что я очень злой. Да, он говорит, окей, тогда, ну типа, у них запрещено это делать. Он говорит, окей, тогда скажи мне свой адрес. Он ему сказал свой адрес и он ему отправил бабки, чтобы он купил велосипед себе. И что он делает? Он в какой-то момент такой, слушай, тут они, сука, поставки, А, он пишет ему письмо и первый мне говорит, надеюсь, тебе клево катается на велосипеде. Вот типа такой штуки он написал. А кстати, что там с поставками происходит? Катается на велосипеде, который я тебе подарил. Да, ну короче, он говорит, я прям... На свои последние денюжки. Он прям в книге-то пишет, что я прям ему написал вот это письмо про велосипед с целью напомнить, что я, типа, что мы кенты как будто. Но у него реально с этим чуваком классные какие-то отношения были, потому что он там в Японию приезжал, они там тусовались вместе с ним. И он говорит, да, поставки задерживают. Типа проблема в том, что модель Cortez ебать как в Японии расходится. Так подожди, вот кстати, они получается придумали эту модель и отдали японцам. Да, бренду они цука. Смотрите, что мы придумали, но это вы занимаетесь этим. Да-да-да. Они же все вещи какие. Этот, блядь, бухгалтером работает бесплатно. Этот за 650 долларов, блядь, открыл компанию. Этот, блядь, режет. У них у всех хобби. Там, вот вы угараете, что... Один на инвалидном кресле. Вы угараете, что Джонсону подняли зарплату на 50 долларов, но он единственный, кто там зарабатывает бабки. У них, в принципе, оборотный капитал. Да, оборотный капитал идет на то, что, да, зарплата Джонсона и покупка кучи кроссовок. По сути, они в монополию ебасаются 8 лет. Да-да, пошел. То есть, это все не настоящее. Денег нет настоящих. Бауэрман продолжает кататься со сборными. Типа, Бауэрман только в 72-м или там 74-м, что ли, свою карьеру именно тренера закончил. Смешно, что они при этом загубили карьеру ковбоя Мальборо. Бомжой, который эти, блядь, играют. Действительно, бизнесом занимался, они выбросили из этой схемы. В итоге проблема в том, что кортезы очень сильно зашли в Японию и они, сука, они сначала должны удовлетворить местного потребителя, а потом уже думают об экспорте. И он говорит, а что, блядь, происходит? У меня это ощущение, что нас как будто не любят, что мы столько, сука, продажи делаем. А там в итоге вот этот Китами, тоже жук, блядь, какой-то. Он говорит, Китами к вам едет, обсуждает, что к чему. Они приезжают, значит, Китами такой говорит, слушайте, вы что-то недостаточно продаете. Он говорит, у нас каждый год, блядь, продажи в несколько раз увеличиваются. У нас просто в сравнении с предыдущим, сейчас в два раза продажи увеличились. Он говорит, ну, говорят, что можно в три раза увеличить. И в целом дальше там тоже есть цифры. Он такой, кто говорит? Он говорит, да, просто типа слухи. Уходит в туалет, как он в книге описывает, этот Китами идет в туалет. Я вижу, что у него папка. Блядь, тоже так это прямо написано. Он говорит, я лезу в папку, чтобы там какой-то документ по... Ну, типа он говорит, я чую, что есть другие дистрибьюторы, что нас хотят слить уже. Он говорит, я понимаю, что нас хотят слить и найти других. Я лезу в папку, чтобы найти. Он говорит, но моя натура показывает мне, что это нечестно. Я вспоминаю, каким я был бойскаутом со званием Орел, ну, типа самое там высшее. Я такой, да ты всю дорогу японцев наебываешь, блядь. Как ты вот сейчас такой, ох, как я сейчас нечестно поступаю. Короче, он находит документ, в котором было написано 18 дистрибьюторов потенциальных. Места, где они встречаются. Он этот документ, фоток-то нельзя было вот так вот делать. Он просто его украл. Приезжает в офис к Вудулу, говорит, смотри, какая штука. Он говорит, бля, нам, нам, нам все, нам хана. Нас хотят слить, если нас сливают. А ты бабкишную наличку не оставлял? Он такой, не оставлял. Он говорит, ну все, мы пузырь, бля, мыльный, который вот-вот лопнет. Что он делает? Фил Найт. Фил Найт, короче, выступает иногда вот как решало проблем каких-то. Он такой, надо что-то, надо, короче, что-то, что-то, блядь. Надо что-то мыть. У него появляется идея сгонять эту фабрику в Мексике, в Гвадалахаре. Адидасовская. Не Адидасовская она. Они заключали контракт. А, ну, они только на время Олимпиады, да? Ну да, ну то есть либо на какое-то количество единиц. То есть не просто обувная фабрика, ты к ним приходишь с любым силуэтом, говоришь, мне вот так вот надо. Понял? И все. Он приезжает туда, говорит, я хочу у вас заказать бутсы для американского футбола и для настоящего футбола. Это я уже так подкорректировал. Сокер. Там он сказал, для американского футбола и хуйни этой, блядь. Вот, короче, он типа попросил бутсы для... Почему именно бутсы он попросил? Кроссовки по договору с Аницука, по контракту он не мог делать. Никакие. Ни для баскетбола, ни для тенниса. На момент, когда он туда поехал, у них, кроме Кортезов, Бауэрман придумал еще одну модель, которая называется Бостон. Короче, они придумали для Аницуки уже два, две линейки. Кортез и Бостон. И он поэтому делает бутсы. Он возвращается к себе, говорит, общий сход, общий слет. Они собираются. Он говорит, я, короче, был там, там сейчас шьют дохуя обуви. Они такие, зачем? Он говорит, нас сейчас выдавливают. Если нас выдавливают, нам нечем заниматься. То есть нам нужно вот просто что-то там делать. В этот момент что-то китами еще появляется. Говорит, что... Нет, где мой листик? Нет, нет. Я уже три недели не знаю, куда лететь. Китами понимает, что эти тоже догадываются, что их собираются слетить. И китами говорит, продайте нам свою компанию. Blue Ribbon Sport. Чтобы не было никаких проблем, продайте нам компанию. Этот говорит, ща, 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 ща. И мутят свою тему с обувью. В офисе он говорит, нам нужен новый бренд. У нас Blue Ribbon могут отжать. Он этим ответ не дает. Китами он сказал, мне надо с Бауэрманом обсудить, потому что у него тоже есть акции. А китами вообще походу не знает, что. Я такой, вы вообще документы... Ну, понял, там никто как будто ничего не читает. А вот выкупить компанию в этот момент... Ну, я пока физически, кроме магазина, который открыл этот тип в LA, что у них еще есть? Нет, смотри, у них сетка продавцов есть. По всем штатам. У них есть куча там складских помещений. Ну, то есть они же расширяют. Но он боится продавать, потому что он себя знает, он продаст, на эти деньги возьмет еще кредит, купит три компании, потом их продаст, потом еще. Это как один из вариантов развития могло быть. И он, короче, пока он тянет с ответом, Китами не знает, что контрольный пакет у Фила Найта, и Фил Найт только в одного все может решать. Он говорит, мне надо с Бауэрманом судить, потому что он может ответы наложить. И пока все это происходит, Китами катается по Америке, обсуждая что-то, эти затягивают. По случайным адресам, да? Да, да. Потому что списка нет. Эти решают, что делать. Он говорит, надо новый бренд придумать. Он вызывает вот эту девочку, которая у них там рекламные буклеты рисовала. Он говорит, надо придумать логотип для нового бренда. Он говорит, а как бренд называется? Он такой, пока нет названия. Он говорит, так. Пока рисуй. Он говорит, а что делать? Чем бренд будет заниматься? Он такой, спортивная обувь. Он такой, ну, что-то еще для логотипа можно сказать или нет? И Фил такой, ну, хуй знает. Ну, движение. Типа, движение. Она вот, прикинь, она в брифинге получила одно единственное слово. Движение. Как дизайнер. Она уходит, такая, ну, попробуй что-нибудь придумать. Возвращается, у нее там были, говорит, были какие-то молнии, какие-то там крестики, что-то такое. И он говорит, и один логотип, ну, наброски, зацепили всех. Он говорит, это было какой-то галочкой, непонятно, что это такое. Но всех это, все обратили на это внимание. Все. Они такие, вот это, давай дорабатывать вот это. Она ушла, дорабатывать вот это. Впоследствии это и стало логотипом. То есть, не было, просто много, как бы, каких-то версий есть, что было прототипом, логотипом не было. Да, это все лютая хуйня. Все, и слово движение было. Просто, ей сказали, движение, она такая, ну, типа, вот так вот. А танк, это крыло, крыло богини Ники, это след, который оставляет бегун. Нет, это просто вот, условно, как видит, знаешь, когда художник говорит, я так вижу. Это вот, как художник видит движение. Вот, вот, вот так вот видит. Ну, это же просто, ну, феноменально. В итоге, короче, он говорит, и все, что потом преподносится, как ебать расчет. Да, да. Который говорит, блядь, они так назвали компанию. А там, сейчас там дальше, блядь, это все, вот как компания зарождалась. Девочка рисует логотип, да, он говорит, надо название придумать. Первое название было у них, типа, идея Falcon, сокол, по-моему, да, первое? Самому Филу нравилось шестое измерение, я так не помню, что за, что за, почему шестое, только шестое измерение, все в компании сказали, лютый кал, нельзя этого ни в коем случае. Он такой, ну, я пока оставлю на доске, пусть висит, мне очень нравится. В итоге, он говорит, надо, чтобы все придумали по названию. У них на тот момент, ты говоришь, типа, что у них за компания, у них компания там, по-моему, работала, или 50 человек, что-то такое. Он говорит, надо, чтобы все придумали по несколько названий. Он говорит, да, блядь, в компании, там какой-то, он в пример привел, у них специальное агентство придумало им название. Он говорит, ну, у нас нет денег, блядь, на агентство, но у нас есть вот типы, они же могут придумать какое-то название. И он говорит, я на следующий день сижу, выбираю все эти названия, он говорит, а там все, блядь, эти животные, блядь, соколы, блядь, медведи, бенгальские коты, блядь, все эти, он такой, можно без животных? Есть хоть одно название без животных? Он говорит, вот, кроме вот еще, я, говорит, выписал себе все равно шестое измерение в короткий лист. Залетает к нему этот вудл на коляске, говорит, Джефф звонил, Джефф Джонсон. Он такой, так, и что? Он говорит, ему название приснилось сегодня. Он такой, что за название? Он такой, Ники. Он такой, что? Как пишется? Он такой, N-I-K-E. Он говорит, ага, а, как богиня победы. Он такой, да, ну все, давай, давай. И он сидит, он говорит, я сижу один в своем офисе, выписал себе все это и такой, типа, Найки, 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 Найки. А ему уже надо, короче, почему торопились, потому что на фабрике ждут. Чего, блядь, на логотип-то делать? И на фабрике еще ему нужно и патент установить побыстрее, чтобы это все, ну то есть надо сначала зарегистрировать компанию, потом все это провести. И он такой, так, так, так. И он вспоминает, что все бренды, которые он вспоминал, они с коротким названием. И во всех фигурировала буква К, типа, мощная буква, что она сразу цепляет внимание, он говорит, мне нравится, что это название емкое, короткое, он такой, ну, пусть будет Найки. блядь? Че? Какие он вспоминал названия? Ксерокс. И еще одно. КамАЗ. КамАЗ. АК. Икея. Икея. он там Ксерокс и еще какой-то, я не помню. Вот он два названия вспомнил, он такой, короткие, мощные буквы там есть. И он такой, ну все, похуй, пусть будет этот Найки, вот этот Штукс. Они отправляют туда, на фабрику, у них, получается, две пары обуви есть, бутсы эти. И он говорит, так, дальше что мутим? Мутим, следующий, надо ехать, это 72-й год. То есть, он начал в 62-м году, сейчас, то есть, уже компания существует 10 лет, он по-прежнему ничего, блядь, не зарабатывает. 10 лет. Они, говорит, надо в Чикаго двигаться, в Чикаго проходит ежегодная выставка спортивной одежды, где представлены там все, все бенды, Converse, Adidas, Puma. Прикол, который меня, в меня сильно попал, он говорит, на тот момент обувь продавали всегда либо в белых коробках, либо в синих. Он говорит, я понял, что нужно выделиться и сказал, заказал, типа, оранжевые коробки. И я такой, еба. Они до сих пор, большинство моделей, вот в таких оранжевых коробках. Я такой, еба. Ну, я прям сильно офигел с этого. Короче, они собираются все в Чикаго, и Джефф приехал, вся, вся шушера их приехала. Все они стоят. Проблема была в том, что бутсы просто в ужасном состоянии приехали. Там свуш отклеивался, язычок там ломался, шипы отваливались. Короче, они были недоделаны. Ну, я такие найки все детство носил. По эскизам. Недоделанные. Они подходят, подходит какая-то толпа к ним. Там выставка в чем? Просто ходят торговые представители, рассматривают, и такие, ну, мы вот с вами заключим контракт. Мы вот с вами заключим контракт. Они подходят к ним, видят этих типов, и такие, что у вас там? Что в коробках прячете? Что там? Они такие, да, типа, новый бренд. Они на них начинают наезжать жестко. Типа, что за бренд? Найки. Они такие, как? Найки? Что? Что? Достает бутсу, смотрит бутсу. Такой, это что это, блядь? Вот это, что это? Что за Найки? Что это такое? Он говорит, новый бренд, русский бренд, местный. Он говорит, это что за блядь? Что это такое? Они прям, ну, прям как быдло себя ведут. Это, что это, что это за хрень? Они такие, Фил Най такой, это свуш. Он такой, что это за швуш? Что за хрень свуш? Что это? Он говорит, это, это звук, когда бегун прибегает мимо тебя и оставляет тебя позади. Они такие, я вижу, как я их заинтересовал вот этой, типа, фразой, это швуш. А он это прям в тот момент придумал? Он в книге написал, что это прям там придумано. То есть, когда ты читаешь какие-то статьи, блядь, про Найки, и они такие, там бренд, так продумано, все вот так, бля, вот так вот. Знаешь, когда жопа под прицелом, думается гораздо быстрее. Вот это вот про это все было. И он такой, и они такие, круто, сколько, что вы делаете? Они говорят, вот есть бутсы, он говорит, еще что-то есть? И он такой, кроссовки есть. Какие? Кортес и Бостон. А их нет. И они не имеют права их производить. Потому что это в линейке они, сука. Они такие, все, давайте, короче, будем с вами работать. Все вот эти там, куча торговых представителей, такие, заключаем контракт, на сколько можете произвести? Они такие там, да хуя можем произвести? Он такой, все, бля, купим. К ним подходит Джефф Джонсон, вот так вот типа хватает за шкирки торгового представителя, такой, ты что, бля, несешь вообще? Он такой, в смысле? Он берет этот бутсу, говорит, она в ужасном, бля, состоянии. Какой, бля, продавать? Вы с кем хотите контракт заключать? Вот с этого момента я офигел. То есть он хуйсосит свою же обувь и наезжает на торговых представителей, которые с ним хотят контракт заключить. И говорит, вы нам что, бля, лапшу на уши вешаете? Обувь в дерьмовом состоянии. Здесь, бля, логотип, бля, отклеивается. Ты что, не видишь? Это ты говоришь, будем с вами дела вести. И торговый представитель начинает угорать с него очень сильно, потому что он говорит, типа, мы с вами уже типа пять лет работаем. Мы знаем, что вы Blue Ribbon Sport. Мы знаем, как вы относитесь к делу. Понятно, что это ваш новый бренд, и мы знаем, что вы сделаете типа клево. И мы просто вам доверяем. И Фил Най такой, бля, пиздеш, Ты нас разыграет. Ну, короче, прикинь, когда тебе такую вещь говорят, и ты такой, ебан, то есть у тебя сразу, мне кажется, мы будем кроссовки по всему миру, бля, продавать. Вот такое ощущение. Китами пронюхал эту штуку, естественно, бля, ну, было бы странно, если бы они не узнали. Они цука пронюхала эту штуку, и, короче, у них, на них продают в суд. Это же сериал, брат. Брен, бля, только основали, только зарегистрировали, если тут же, нах, суд. И тут появляется юрист, который в начале. Да. Или кто, бля? Нет, там, короче, их подают в суд на то, что они... Почему судью гармаш играет? Не знаю, как он разобрался с этим. Они доказали, они пытаются продать кроссовки, которые, типа, у них по договору беговые кроссовки нельзя было продавать. Они в иске указывают, что, типа, вы собираетесь продавать беговые кроссовки, которые не имеете продавать, ну, не имеете права продавать. Там, что-то, какой-то ущерб, просто какой-то, блядь, постнословный, гигантский. Они опять-таки, все, нам, блядь, пизда, мы ничего не справимся. Появляется какой-то тип японский, который является конкурентом Анисуки, просто какая-то торговая компания. Они говорят, мы можем вам помочь, вот эти кроссовки, которые вы бутсы делаете, в Мексике, лютый кал, мы можем намутить в Японии классные фабрики. Можем вас... Короче, это инвестиционная компания, по сути. Мы сможем профинансировать, чтобы просто разъебать Анисуку. Начинаются судебные тяжбы. Там суд, пиздец, блядь, там что-то какого-то они... Юриста кента какого-то тоже взяли, гигантского роста, который такой... Спасу вас, помогу вам. Они в ответ подают встречный иск на Анисуку, что они ведут себя как монополисты, пользуются ими и пытаются выбить их из бизнеса за счет того, что... Ну, пытаются у них, по сути, как это... Ну, они расценивают это как рейдерский захват, что китами ему предложил выкупить Blue Ribbon Sport, и они считают, что, типа, создались такие условия, по которым они вынуждены продать компанию, и это по законам штатов, типа, невзяток. Они подают встречный иск, и они на вот этой волне судятся. Эти говорят, вы используете нас, эти говорят, вы используете нас. Судья там вообще в ахуях, не понимают, потому что там ни одного документа, подтверждающего это нет. То есть, там, адвокаты вызывают, там, свидетелей по очереди, расскажите так, китами выходит и говорит, мне нужен переводчик, я без переводчика не могу, а китами на английском вообще великолепно разговаривает. Там просто прикол, до такого абсуда дошло, что китами говорит на японском, переводчик переводит, и китами его на английском поправляет и говорит, я не это говорил, я вот это имел в виду, ну, то есть, ты неправильно перевел. Зачем он попросил тогда переводчика? Ну, чтобы, не знаю, чтобы судье сложнее было. Повыебываться. Может, я не знаю. Короче, Фил Найт свой допрос руинит жестко. Он там, блядь, поплыл, блядь, там все, Бауэрман, блядь, поплыл, все поплыли у них. Их спас только один чувак по имени Ивано, который работал, драго, да, который работал в компании Аницука, и он просто сказал, что я работал долгое время в компании Аницука, я знал про все планы китами, я знал, что он собрался намутить кучу дистрибьюторов и выдавить таким образом Blue Ribbon и выкупить впоследствии их компанию типа за копейки ниже рыночной стоимости. А, то есть, но он при этом сотрудник вот как раз. Он сотрудник Аницуки, да, он просто сотрудник и за счет... Просто очень честный человек. Просто честный тип и только вот он их вывез. То есть, он говорит, если бы не он не выступал в суде, у нас ни одного типа не было, кто нормально справился. И судья выносит приговор и говорит, что нет никаких документов, у вас нет никаких переписок... Ну, соглашения? Не, соглашения есть, но именно вот этот мотив, что мы пытаемся подставить, этого же нет ничего. Он говорит, я пользуюсь только историей с одной стороны и историю с другой стороны. И я просто выбираю, где большая правда. Вот и все. И потому что тот тип и внутри вас сказал, что такая фигня, типа приговор выносится в сторону Blue Ribbon Sport. Для них дело закончилось наилучшим образом. Они мало того, что сохранили компанию, они вернули себе права на Кортезе и на Бостон. А, даже так? Даже так. То есть, они Цуки отжали Кортезе и в итоге на Кортезе прилепили Суш. Ну, пришлось еще Ивана на работу взять, да? Ну, он там работал, не, его взяла на работу компания, которая новая, инвестором стала. Он едет в Японию в очередной раз, болтает с этими чуваками, говорит, у вас точно получится хорошую обувь сделать? Я говорю, да, не переживайте, потому он вовсе поболтал. Он идет к себе в отель, и в отеле его уже ждет коробка новой обуви с логотипом Nike. И он вообще в шоке, говорит, бля, я только полдня провел в офисе, они за это время уже сделали. Ему присылают эскизы новой обуви, он в Японии там просто в шоке, там новых 7 моделей, теннисные, которые назывались Wimbledon и Nike Blazer. Он ее назвал Blazer в честь баскетбольной команды, которая находилась в Портленде. То есть производство по-прежнему в Японии? Да, по-прежнему в Японии. Короче, все круто. Первая проблемка, это там, по-моему, началась война во Вьетнаме, из-за этого иена начинает колебаться, и фабрики в Японии становятся неоправданно дорогими. Они начинают искать, где открывать, открывают в Камбодже, по-моему. Короче, они занимаются переселением... Ну, просто где более дешевая рабочая сила. Да, то есть они такие, мы будем... Причем, вот он говорит, что это он уже в конце книги про откровения, он рассказывает, что нас ругали, почему мы открываем фабрики, где дешевая рабочая сила. Он говорит, ну, нам, конечно же, выгодно, но мы, были случаи, когда в каких-то странах поднять зарплату, а их вызывало правительство, говорило, ну, типа, условно, министр экономики, они говорят, вы не можете, типа, поднимать, потому что в таком случае, ну, типа, у них страна в целом бедная, говорят, в таком случае, типа, сотрудники фабрики обуви будут получать больше, чем врачи у нас. Чем я. Да. Ну, то есть они говорят, мы хотели поднимать, мы готовы были поднимать, но были случаи, говорят... Давайте вы оставите, вот, ну, на которые хотели... Ну, мы раздадимся. Он там долго рассказывает про фабрики свои, потому что сериал, вся приколы, все эти штуки, и говорят, что у них там плохие условия труда, и он начинает задрачивать фабрики, чтобы они все одинаково выглядели, и в какой-то момент, он говорит, для меня было похвалой в высшей степени, что сказали, что вот заводы фабрики Nike, это эталон фабрики одежды. Он зарабатывать-то начал? Нет. Он все еще ходит, преподает. Я сейчас чисто по фабрикам угарал. Когда все началось нормально с этой второй кампании, он себе выписал зарплату, сам себе, то есть он ставил зарплату, получая там сколько-то тысяч. 600 долларов. Нет, нет, там что-то какая-то сумма, типа то ли 8 тысяч долларов, то ли 18 тысяч долларов, то есть он уже нормально. У него там дети рождаются, он покупает дом большой, я про это не буду ничего говорить, потому что все классно, все классно. И должен быть какой-то ключевый поворот. Конечно же. Конечно же. Но перед ключевым поворотом расскажу про то, как вот... Его это Бауэрман, видимо, заразил тем, что нужно всегда прокачивать обувь. Вот про Бауэрмана опять история, как он безумный. Он говорит, обувь для бега, подошва, не менялась 50 лет. Он говорит, это ненормально. И он что-то сидел, сидел, что-то то ли завтракал, что-то такое, смотрел на вафельницу жены и такой, ебать, вот ответ. Спиздил вафельницу жены, понял, вот это, которая закрывается, залил туда гипс, ебанул, подогрел, пытался достать слиток. А мандюлился, естественно. Пытался, пытался достать слиток, у него ничего не получилось, потому что он какое-то вещество должен был добавить, чтобы он легко вышел. Он пошел, купил новую вафельницу, добавил вещество, залил гипсом, достал и такой, вот такая подошва должна быть. И вот эта вафельная подошва, я не знаю, на какой модели они использовали, но вафельная подошва, это типа фурор был лютый. Я хотел уточнить, сейчас по-прежнему речь идет именно только о продаже обуви в спортивную индустрию, да? Да, да, да. Сейчас в кроссовках, ну, в те времена по улицам еще никто не ходил. Нет, нет. Это же началось сильно позже, да? Да, сильно. Это в конце 70-х, как раз вот после войны во Вьетнаме, Фил начинает думать о том, что, то есть у них был там пик, когда они уже всем спортсменам, блядь, продали все, что можно. То есть у них там в беге куча представителей, в баскетболе. По баскетболу они прикольно двигались, там пришел тип какой-то, который такой, я займусь этим. И он пытался подписать спортсменов, у него ничего не получалось. И он потом стал подписывать контракты с тренерами университетских команд. Это вот первый мув был. То есть вот чем еще Найки отличаются от других, тем, что они были вот каким-то вот, находили решение проблемы там, где бы какие-то другие люди, может быть, даже не искали. И вот он пришел к команде универа, заключил с тренером контракт, и в итоге какие-то тренеры сами захотели с Найки заключать контракт. А когда у тебя ты приходишь, прикинь, ты пиздюк пришел, и у тебя тренер на Найках двигается. Естественно, ты тоже хочешь на Найках двигаться. И через тренеров большинство спортсменов заключали контракт с Найки в итоге в раннем доступе. В итоге, в какой-то момент Фил Найт, вот эта вафельная подошва, привела к тому, что все хотели ее. И он говорит, Бауэрману надо модель чуть проще сделать и отдать ее людям просто, чтобы, потому что она удобная. Он говорит, ты с ума сошел, тебя никто покупать не будет. Он говорит, да нет, ты посмотри, все хотят ее. И в итоге они там меняют чуть-чуть дизайн, сверху используют другие материалы, типа более тряпичные их делают. Ну, то есть более легкие такие, более для повседневной жизни. И меняют цвет. Беговые были красные, повседневные были синие, типа, потому что там большинство людей ходят в джинсах в Штатах. Он говорит, вот под джинсы само то, синие. И их тоже моментально раскупили. И в итоге у них компания опять взлетает. Всем это не нравится. А всем это Adidas и Puma. И Converse. Что вот так вот Nike. И Франческо Донни. Ну, короче, вот на вот этот момент Nike самый крупный, самый крупный спортивный бренд обуви в Штатах. Все у него уже, все клево. Единственное, что было не клево, нужно было после того, как они закрыли New Ribbon и сделали Nike, нужно было офис открывать заново в LA. И Джеффа Джонсона из Бостона попросили обратно приехать. И они говорят, ты охуел мне туда-сюда гонять. 700 баксов. Их с Вудулом просто вот так вот местами поменяли. Но они начали хотя бы заебись зарабатывать. Да, они нормально зарабатывали, потому что Вудул просто ходил в фабрики какие-то скупал без без Филла Найта. И он такой, ты нахуй вообще фабрику купил. Да она, бля, клевая. Все тут, бля, сделаем четко. То есть Фил иногда бесился, что он вроде бы руководитель, а как будто бы не управляет, потому что там все типы Вуду, Джонсон, что-то свое, бля, придумывали. Бауэрман, который, смотри, вафельная подошва, бля. Ну то есть каждый занимался каким-то своим делом, что в итоге в целом поднимало компанию. Короче, приходит Филлу извещение о том, что они должны правительству 25 миллионов долларов налог за последние три года. Он идет ко всем бухгалтерам, вызывает всех этих типов Джонсона, Вудула, такие, что это за хуйня, как мы могли 25 миллионов долларов в тот момент, когда 8 тысяч долларов, это ебать, сколько. Сейчас много. 25 миллионов. Короче, их подставили конверс и еще какая-то компания. Как они их подставили? Ну то есть американская система законов грешит тем, что там может заваляться какой-то старый закон, которым никто не пользуется, про него забыли, а он по сути все еще в силе. Ну слышали такие претенденты? Может в каком-то одном штате действовать. Да, да, да. И там, короче, что они сделали? Они разыскали закон, который называется закон об американской цене. Что-то такое. Попытаюсь объяснить, потому что там схема пля, ебнешься какая. Что они делают? Короче, компания, если, например, вот мы в одной стране находимся, если ты продаешь обувь импортную, а аналог этой обуви есть в этой стране, и я ее произвожу в этой стране, то ты платишь 20% налог от цены моего товара. Подожди еще раз. Ты делаешь кроссовки, но делаешь их не в Штатах. Фабрики, по всему миру, делаешь в Камбодже кроссовки. Я те же самые кроссовки. Давай, придумай материал какой-нибудь. Сахарная вата. Сахарная вата. Я тоже делаю кроссовки и сахарной ваты, но в Америке. И ты по закону по этому мешаешь мне. И в таком случае, если ты согласен так делать, ты должен платить 20% налога в казну государства от цены моей обуви. Все, я понял. В принципе, логично, но этот как бы закон, его никто не заметил. Да, он какой-то старый закон. Эти конверсы что, блядь, мутят. Они берут какую-то одну модель, которую производят они то ли в Японии, то ли еще где-то, открывают линейку у себя такой обуви, ставят на нее ценник пиздец, какой высокий. Ну, то есть, ее нигде не рекламируют, ее никто не покупает, никто не продает. Ну, то есть, просто есть и есть, зарегистрировано, зарегистрировано. И потом, за последние три года казна им такие, вот вы столько должны бабок заплатить, 25 миллионов долларов. Они вообще в ахуях, что, бля, происходит. Они пытаются решить, вызывают этих японцев, которые инвесторы, типа, вот мы встряли вот в такую жопу. Они такие, бля, надо что-то, как-то надо суетиться, что-то делать, отправляют каких-то типов. Они дарят эти кроссовки политикам, типа, вот и так, так, надо разрулить ситуацию, что-то, что-то сделать. Ну, всегда политики часто кроссовки обжигаются. Фила, Фила убеждают, что нужно у этой японской компании взять долг, вот и кредит на 25 миллионов, а у них там кредит висит на 1 миллион, что, бля, очень много. Он такой, да вы угораете, это просто какой-то беспредел жесткий. Они отправляют встречный иск, что это типа махинация, блядь, какая-то. Они проворачивают аналогичную ситуацию в Найках, то есть создают какую-то модель, которая есть у конверсов и делают на нее самую низкую цену. Типа, смотрите, мы вас могли так же загасить, но мы делаем низкую цену и не делаем этого. То есть вообще от обратного пошли, да? От обратного идут. Типа, смотрите, какие мы клевые. Они начинают судиться с правительством, он общается с этим чуваком, который, ну, был ответственен за это дело. Он говорит, такой закон. Они все сделали по закону, я все делаю по закону. Он говорит, ну, вы понимаете, по логике это мы можем уйти с рынка, исчезнуть. Он такой, ну, значит, исчезните. Он говорит, да вы что, охуели вообще что ли? Мы американский бренд, блядь. Нас вся страна носит. Он такой, ну, вот-вот-вот так вот все по закону. Этот возвращается обратно, Фил Найт, он говорит, типа, мы не сдадимся, мы добьемся своего. В итоге что не мутит? Они снимают рекламу, как Найки борется с правительством. Правительство в ахуе от такой компании. Люди в шоке, что в правительстве такие говнюки, которые пытаются задушить свободный бренд. Там начинают писать жалобы, какие-то штуки. Конверс замешан в это дело. У них из-за этого продажи падают, потому что люди такие, ах вы свиньи, вот так вот, да, с американским брендом. Ну, тогда до свидос. Конверс отзывает иск, предлагает мировую. Они приходят на мировую. Ну, тоже мировая, там тоже такая, так себе мировая на самом деле. Потому что он в итоге, в книге он, главное, не пишет, сколько он заплатил. Сначала было 25 миллионов, потом на мировой им предложили 18 миллионов. Он отказывал, сказал, я ни пени не заплачу. В книге он говорит, я ни пени не заплачу, но меня Вудву отвел, говорит, или там какой-то юрист говорит, бля, надо что-то им заплатить исключительно не для того, чтобы, типа, мы проиграли. Потому что, он говорит, в этом случае правительство не может уйти ни с чем. Они в глазах народа будут проигравшими. Нельзя так делать. Надо хоть что-то заплатить. И они заплатили, в каких-то там источниках прочитал, что 9 миллионов они в итоге им заплатили. Ну, все равно немало. Неплохо. После этого, типа, они такие, нам надо избавляться от кредитов этих вонючих, от этой японской компании, потому что, если еще один такой судебный разбирательство, мы просто не вывезем, несмотря на то, что у нас все клево. И Фила Найт убеждают в том, что нужно идти в публичную компанию, выпускать акции. Фил говорит, блядь, нет, пожалуйста, ни в коем случае не надо. Христа ради не делайте этого. Потому что он боится потерять контрольный пакет из-за того, что, он говорит, придут акционеры и компания вообще непонятно в какую сторону пройдет. Он говорит, компанию основал я, который занимался бегом, мой тренер, который кроссовки, блядь, режет, вафельницу, гипс, блядь, засовывает, Вуду, который бегом занимался, Джефф Джонсон, бегун. Он говорит, у меня все продавцы бегунами были. Он говорит, мы шарим в спортивной обуви, а придут акционеры и они все, блядь, испортят. Все юристы, которые во всеми делами занимались, это были просто типы, которые очень сильно фанатели от спорта. Брэнд в этот момент начинает резко вверх ползти, то есть там отец ему в какой-то момент позвонил, он очень хотел, чтобы отец им гордился. И он говорит, что был матч, Портон Блэзер с кем-то играл. Баскетболисты подрались прямо на площадке, как-то массовая драка прямо была. Он говорит, но прикол в том, что мне звонит отец, такой, ты видел, ты видел эту драку, с ума сойти. И он такой, да. И он думал, что отец сейчас начнет рассказывать про драку, а он ему вообще про другое загоняет. Он говорит, там, когда баскетболисты упали, показывали не драку, а оператор крупным планом показывал кроссовки. Он говорит, там свуш на весь экран, блядь, был. И он говорит, я слышу по отцу, что он, типа, невероятно мной гордится. Он говорит, он это не озвучил, но я это почувствовал. Он говорит, мне так, так кайфово с этого стало. И вот, и он в этот момент понимает, что все-таки надо соглашаться на публичность. Тем более, юрист ему сказал, что можно там провести какой-то мув, какая-то компания так смогла сделать, по-моему, какая-то из газет, что-то New York Times, по-моему, так сделали. Я не знаю, как это происходит, но ты, когда уходишь в публичность и продаешь акции, можно какие-то приватные акции сделать, какие-то, типа, для всех, а какие-то не для всех. Ну, нет, есть такой. Ну, там какой-то был прикол, что можно было, то есть какие-то, то есть я так понимаю, что если ты покупаешь акцию у Nike, ты просто являешься держателем и никак не влияешь на бизнес. Ну, то есть ты, типа, вот я могу, ну, понимаешь, да? Вот, и у них контроль остался. И он такой, что, серьезно, так можно сделать? Они были одними из первых, кто так сделал. То есть сначала там было какие-то назвали две компании и вот Nike, типа, третьи так сделали. И он говорит, ну, можно попробовать провернуть. Они это провернули, вышли в это, на эту биржу, компанию оценили, там, невероятное количество бабок. И первое, что он сделал, он пришел в семейство Вудолов, отдал им акции. Они такие, типа, что это значит? И, типа, их сын говорит, это значит, что 8 тысяч долларов, которые вы тогда дали, сейчас равны 1 миллион 800 тысяч долларов. И Джонсону 800 баксов. Еще 50. И Джонсону, тебе 50 долларов повышаем зарплату. И после этого все, это уже становится всемирно известный бренд, они продаются по всему миру, к нему приходят уже психопаты, он любит очень психопатов, судя по всему. Пришел к нему некий тип, Руди, по-моему, фамилия, да, Руди. Он говорит, просто худой, высокий какой-то такой тип, такой в очках, такой, можно с вами поговорить. Короче, что он придумал? Это, на самом деле, был инженер, который работал в НАСА. Он придумал технологию закачки воздуха в подошву. Он такой, возьмите, я был в Адидас, я был в Пуме, мне все везде отказали. Я был в НАСА. Я был в НАСА, изначально. По книге написано, что типа, Фил Найт сказал, да, давай попробуем. На самом деле, в источниках написано, что он по кругу, блядь, целому прошелся, и со второго раза Фил уже сказал, ладно, хуй с тобой, давай тебя возьмем. Поразительного упорства был человек, да? Да, то есть вот этот Руди, инженер, придумал закачивать воздух в подошву, и таким образом появилась модель Air Max, и вся линейка там пошла, они везде этот воздух стали. Короче, все, он уже невероятно богатый, и это, по сути, конец истории. Первые главы. Да, это конец, потому что последняя глава, он резко уже перескакивает в наши дни, когда он уже не является контрольным, ну, то есть он просто почетный какой-то тип из Найки, гигантское состояние, он откровенничает, у него умер старший сын, на дайвинге утонул, то есть он там быстро вскарабкивался наверх, там что-то не хватило кислорода, он стал задыхаться, и все, на дно ушел. Умер сын, он после того, как я понял, после того, как умер сын, он стал заниматься благотворительностью, гигантские суммы, тратил на все про все, и вот тоже вот он говорит, что вот у меня умер сын, и все равно он на протяжении всей этой главы выебывается очень сильно, то есть он рассказывает момент, когда, например, мне позвонил Леброн Джеймс, попросил встречи, я приехал, и он мне спрашивает, вы в итоге Найк придумали в 1972 году? Он такой, ну по факту, да, 1972 год, и Леброн достает коробочку, тот открывает, это были Rolex 1972 года производства, гравировка в честь Фила Найта, что-то было написано, он говорит, вот, респект вам, и он вот так вот про всех людей говорит, и вот он говорит, вот у меня сын вот умер, и мне вот ночью первый, кто позвонил, это был Тайгер Вудс, чтобы про Тайгера не говорили, для меня он великолепный человек, потом, там, что, Бауэрман умер, ну короче, он написывает в итоге, все, кто вот вокруг него, Джефф Джонсон, я так понимаю, ушел из Найки, потом в какой-то момент в Удл, тоже не знаю, где. На зарплату в тысячу долларов, куда-то, в пятерочку. Все, я там все поднял, давайте. единственное, что негативно про себя говорит, что он говорит, я не идеальный бизнесмен, потому что у меня были просчеты, например, я автор таких слов, как Мэджик Джонсон, игрок без позиции, и он ни за что не заиграет в NBA. Там еще каких-то спортсменов он называет, которых он побрил от контрактов. В целом, вот такая история киношная. Я говорю, это сериал. Нет, это потрясающе. И вот, когда читаешь эту книгу, сразу у меня ощущение было, Фил Найт идет к величию, потому что все его окружение велоко. Не, ну, прикольно это все, конечно, прикольно, особенно, ну, понимая, когда вот такие бренды изучаешь сначала, это же самое интересное, потом-то понятно, все это превращается, вот, все, мы всех одеваем, у нас все спортсмены, все команды, миллион кроссовок. В этом и Каев книге, что он заканчивает на момент, когда они ушли в публичность и стали безнословными богатыми. То есть, он, по сути, уже все, вот свой рост закончил, а дальше они просто, ну, маркетингом занимались, развивали там технологии все. То есть, вот этот прикол про то, что фабрики стали эталонными, кто-то просто пытался их опять вот придушить, как в сериале, типа, а вот вам еще одна проблема. Ну, уже было настолько им похуй, что у них было много денег, что они такие, а, вот так, тогда мы с фабрик сделаем эталон. То есть, там был прикол, что он говорит, самый опасный цех, цех работы с резиной. И мы вместо резины стали использовать какой-то другой материал, который на 95% безопаснее резины, и бесплатно отдали его всем производителям обуви. То есть, как Вольво поступило с ремнем безопасности. Меня эта история вдохновила еще в самом начале. Дело в том, что я обучаюсь... Ты в Вуду? Да, я не умею ходить. Я не чувствую, где Вуду, а вот он, блядь. Нет, дело в том, что я, когда учился на специальности промышленная теплоэнергетика, на третьем курсе у нас был предмет системы отопления. И там, в курсовой, надо было придумать помещение, и для этого помещения оборудовать систему отопления. И все... Кто-то выбрал склад, магазин, пекарню. Я выбрал сауну. И я оборудовал систему отопления для сауны. И теперь, узнав, как могут стрелять старые курсовые, я поверил в эту идею, и сейчас буду звонить отцу, чтобы он дал мне денег. Не, ну давай я тебе дам тысячу долларов. Я же тебе в самом начале предложил. 49% мои. Ну смотри, просрешь момент. А ты любишь резать сауны. Я буду требовать повышения зарплаты. Не, крутая история, особенно пометуя, что когда, допустим, на другом нашем канале есть биографии про спорт, когда я рассказывал про мафию FIFA, там же очень много историй про Adidas, который в какой-то момент заиграл в спортивную политику, и говорят, что на этом противостоянии Adidas и Puma, это же вражда, что просто параллельно этому очень сильно поднимался Nike, а это еще американский рынок, понятное дело, что условия для создания крупной компании сильно лучше, чем где бы то ни было. Для меня еще определенный магнетизм в логотипе, я не знаю его происхождение, но я в детстве все время хотел, чтобы у меня был на одежде свушь, то есть я, ну это особо ничего не смыслу, в 10 лет мы приходили на рынок, где вот эти паленые стоят, Adidas, я все время выбирал даже среди паленки Nike, потому что вот свушь… Не, ну может быть там ты Nike выбирал. Ну там вообще может быть другое название было какое-то, а свушь он как-то притягивает. Ну вот он про это видишь, я тоже не знал твою историю, какое-то… Магнетизм есть. Какое-то стремление, какое-то движение. Движение, вот он сказал движение, она так и нарисовала. Она за это получила, кстати, 35 долларов. Ну там в принципе с зарплатами, не слава богу. Ну там и он ноль получал, там много вопросов. Она получила за логотип 35 долларов, после того, как они стали публичной компанией, он ей выписал какой-то там чек на миллионы долларов и какое-то украшение из бриллиантов ей отправил. Не, прикольно, это все прикольно. И то, что это из спортивного бренда стало абсолютным лайфстайлом, ведь в какой-то момент, да, это просто стало модно носить. Понятно, что они очень по уму сделали все с кроссовками, через баскетболистов. Вот тут вот правильно, вот мне нравятся люди, которые правильно двигаются. И здесь вот Фил Найт со своим брендом, он реально круто двигался. Конечно, то, что он обманывал японцев, это не круто. Ну это бизнес. Нет, он же обманывал, это такой обман, он фантазировал. Он же не так, что он прям жесткий. Ну да, я согласен, я согласен. Нет, ну это обман, который никому не сделал плохо. В итоге они продали до хера кроссовок. Да. А он... Win to win. Да, он сделал бизнес. Он там описывал первый-первый слоган, который у них был. Там что-то в стиле, что финишная черта, это не конец. Чем-то вот что-то такое. Ну теперь зато коротко, емко, легендарно. Итак, мы разыграем две книги сегодня. Что-то невероятное происходит. Две книги, и к ней сразу еще и две футболки, мерч-площадки. Что для этого нужно сделать? Конкурс первый. В комментариях напишите, пожалуйста, бизнес-идею или бизнес-план, куда вложить позову тысячу долларов и разбогатеть. Самая прикольная идея получит одну из книг и футболку площадки. Не, ну подожди, если это будет идея не смешная, а классная, и тысячу долларов. По курсу 65 рублей. 60. Ты вложишь? Вложу. Если идея, в которой я увижу, что есть смысл, вложу. Да, не обязательно. Человеку миллион свободный. Да, короче, позов. Позов будет выбирать комментарии победителя. Кто-то получит книгу, а кто-то может... А дашь какой-то процент этому человеку потом? Если разбогатеешь. В котором вложусь? Да, да. Ну, с юристом будем обсуждать. Ты, бля, филнай чистой воды. И конкурс второй в нашем телеграм-канале. Пожалуйста, придумайте, как бы выглядел логотип бренда обуви. Брифт такой. Удобство. Удобные кроссовки. Ну, что-то вот такое удобное. Нарисуйте, мы выберем самый прикольный вариант. Вы получите книгу и футболку мерч-площадки. Большое спасибо, что посмотрели или, может быть, просто послушали. Не забывайте также поставить лайк, подписаться на канал, если вы не подписаны, написать комментарий, понравилось вам или нет. Это все поможет продвинуть видео. И если вам понравился формат, не забывайте о том, что на канале площадка. У нас есть спортивные биографии о карьерах спортсменов, тренеров или даже целых организаций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok